Крыша протекает, фасад обваливается. В таком состоянии этот дом на Антона Петрова был последние 15 лет. В прошлом году его жители узнали, что капитального ремонта предстоит ждать еще лет 5-6. Обратились в управляющую компанию с требованием ускорьте процесс. Та, в свою очередь, подала заявку регоператору. От него получили ответ. Средств на счету дома недостаточно. Как вариант, можете поднять оплату за капремонт. По данному тарифу, какой у них был, например, 4,97, посчитали. Сказали, у вас наберется только 7 миллионов. А надо 9, пределка, посчитали. Вот этих 2 миллионов не хватало. И чтобы нас включили в программу, пришлось на эти именно 2 миллиона нам поднимать тариф. В итоге он вырос для жителей дома почти в два раза, до 8 рублей за квадратный метр. Татьяна Анохина говорит, жителей пришлось, конечно, поубеждать. В итоге за проголосовали все. Как итог, стены больше не осыпаются, и у дома впервые за всю его историю появилась новая кровля. Впрочем, мнения самих жителей дома касательно результатов ремонта разнятся. Кирпичи падали, крыша была плохая, все жалуются. Но некоторые недовольные, а я довольная. Почему недовольны другие? Да, не знаю. А вот она. Вот с меня высчитывают каждый месяц 200 рублей. И не возвращают. Так теперь же не будет течь крыши. А теперь уже все. Крыша теперь зато течь не будет. А она и не текла. Кое-где там что-то было. Ремонт дома по Антону Петрову обещают закончить ближайшие две недели. Всего в течение года в крае должны привести в порядок почти 300 домов, большая часть которых находится в Барнауле. В 40 из них, кстати, средства жителей пойдут на новые лифты. Всего же программа по капремонту продлится до 2043 года. За это время в регионе должны откапиталить больше 8 тысяч многоквартирных домов. Илья Кочетков, Николай Шелко. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова